Сегодня хотел рассказать вам удивительную историю о Даджжале. Известно, что выход Даджжале является одним из больших признаков судного дня. И появление его будет в последние дни человечества. Однако данная история произошла уже много веков назад, еще во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. История эта удивительна, ведь ее очевидцами смогли стать лишь несколько десятков человек. Передается, что в тот день видели Даджале 31 человек, один из которых впоследствии поведал о нем пророку. Есть лишь один ревайд, который рассказывает нам о настоящей встрече с самим Даджжалем. И главным героем данной истории является сподвижник по имени Тамим ибн Аузаддарим. Тамим был из племени Дар, относящийся к роду Лахм. Он был одним из монахов Палестины. Во время встречи с Даджжалем он еще был христианином. Спустя некоторое время, когда Тамим принял ислам, он рассказал об этой встрече посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. История эта действительно удивительна. Передает ее имам Муслим в своем сборнике от Фатимы бен Каис, да будет довольна ее Аллах. Фатима очень известная сподвижница. Она была одной из первых мухаджиров. Хадис Фатимы очень длинный, и лишь в его конце приводится эта история о Тамиме Аддари. Начинается история так. Когда посланник Аллаха завершил молитву, он сел на Минбар. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сильно отсрочил время ночной молитвы. Выйдя к людям, он объяснил это тем, что долго разговаривал с Тамимом Аддари на очень важную тему. Тамим в тот день прибыл в Медину и направился прямиком к пророку, который принял его у себя дома. Тема разговора очень сильно заинтересовала пророка, по причине чего они долго не выходили на молитву, в то время как все люди, волнуясь, ждали их. Когда пророк вышел и провел коллективную молитву, он обратился к людям со словами. «Поистине, клянусь Аллахом, я не собрал вас вместе, чтобы увещевать вас или предупредить вас о чем-либо. Однако я созвал вас здесь из-за Тамима Аддари, христианина, который принял ислам, дал клятву верности и рассказал мне то же самое, что рассказывал вам я о Масихе Даджале». Так пророк, завершив молитву, встал на минбар и, как приводится в одном из ревайетов, улыбнулся, увидев взволнованных сподвижников. Когда они спросили его о причине такого позднего выхода на молитву, он рассказал им историю Тамима Аддари. Пророк, да, благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поведал мне Тамим, что однажды он поплыл на корабле вместе с 30 мужчинами». Одним из удивительных аспектов данного рассказа является то, что пророк передает нам его от другого человека. Мы все привыкли, что люди передают от пророка, а не от них. Поэтому удивительно, когда, например, старший передает от младшего, или когда предводитель передает от своих последователей. Также мы тут видим, что пророк принимает рассказ от одного человека, а это указывает на действительность принятия хабара-ахад. Итак, пророк рассказал, что Тамим плыл на корабле по морю. Это исключает тот факт, что они плыли по реке и шли по суше. Ведь арабы также называют верблюдов кораблями суши. Они плыли по морю, и вместе с Тамимом на корабле было 30 человек из родов Ляхм и Джузам. В другом ревайте говорится, что это были 30 мужчин из Палестины. В продолжении хадиса говорится, волны носили их по волнам в течение месяца. Обычно такие бури бывают в Красном море. Раньше я думал, что, возможно, тут говорится о Средиземном море, потому что в конце истории пророк говорит о море в Шами. Люди, живущие на севере от Красного моря, называют его море в Шами, а люди, живущие с южной стороны, называют его Йеменским морем. К тому же Красное море к ним было ближе, ведь они после этой встречи отправились на восток. Волны носили их в течение месяца. В течение целого месяца не стихала буря, и волны носили их в неизвестном для них направлении. Поэтому они не могли сказать, где они плыли, и где находился тот остров, в котором они встретились с Даджалем. Затем их вынесло к какому-то острову в море во время захода солнца. Они сели на лодки и отправились на остров. Получается, на корабле было сложно подплыть к этому острову. Поэтому они использовали лодки, чтобы добраться до острова. На острове их встретило невиданное животное, у которого, как говорится в Хадисе, была очень густая плотная шерсть. Оно покрывало данное животное так, что люди не могли разобрать, где у него передняя часть, а где задняя. Увидев такое животное, они спросили, «Горе тебе, ты что такое?» Видимо, они даже не могли понять, человек ли это, или животное, или еще какое существо. Разобратились к нему с вопросом. Животное заговорило и ответило на вопрос «Я Джассаса». Джассаса образована от арабского глагола «джасса», что значит «разведывать», «разузнавать». Отсюда мы понимаем, что либо она узнавала новости для Даджаля, либо же, как считали некоторые ученые, это было то животное, которое перед судным днем выйдет к людям и будет говорить, кто является верующим, а кто неверующим. Путники спросили, «А что такое Джассаса?» Существо не стало отвечать, а лишь направило их к христианскому храму. В другом жереваете говорится, что оно направило их к дворцу, сказав «О люди, ступайте к тому мужчине, ибо он хочет знать о вас». Либо же оно сказало «Он очень хочет поговорить с вами». Тамим Аддари да будет доволен им Аллах сказал, «Когда оно назвало нам этого человека, мы испугались, опасаясь, что это животное могло быть шайтаном». Далее Тамим сказал, «Мы быстро направились к монастырю и вошли в него. Учтите, что дело было ночью, поэтому это усилило их страх перед невиданным существом». Они поспешили в монастырь, к которому направило их это существо, и увидели там очень рослого, крепкого мужчину. В этом хадисе приходит описание Даджаля как «А'азаму-инсан», то есть «самый большой человек». Это может означать то, что он был физически большим и рослом, либо же то, что Даджаль был суров и внушал людям страх. Тамим продолжает, «Руки этого человека были привязаны к шее, а ноги от колен до щиколотых были закованы в железные цепи». Вот в таком виде они застали Даджаля. В известных хадисах также передается, что Даджаль слепой, а в другом говорится, что он «Ахвар», что можно переводить либо как «слепой» на один глаз, либо же как «имеющий недостаток». Если брать во внимание второй вариант перевода, то это значит, что оба его глаза имеют недостатки. Однако, как бы то ни было, Даджаль видит, то есть он не слеп на оба глаза. Путники спросили «Горе тебе, что ты такое?». Здесь они использовали арабское местоимение «Ма», которое применяется к неодушевленным предметам или существам неразумным. Это значит, что у Даджаля был настолько странный вид, что они не могли даже понять, человек ли перед ними. Даджаль ответил им «Скоро вы узнаете, кто я. Поведайте мне о себе». В другом ревайте говорится, что он ответил «Сначала вы расскажите мне, кто вы, а затем уже я расскажу вам о себе». Здесь Даджаль также использовал местоимение «Ма», так как не спрашивал об их именах. Его больше интересовало то, что они собой представляют, и чем они занимаются. Тогда они принялись рассказывать о том, что с ними случилось, как они увидели существо по имени Джасаса, которое и направило их в монастырь. Тогда он стал расспрашивать их о некоторых событиях, которые должны будут стать предзнаменованием его появления. Даджаль сказал им «Расскажите мне о финиковых пальмах Бейсана. Бейсан – это город в востоке Палестины». Люди спросили «Что именно ты хочешь знать о них?». Он сказал «Я спрашиваю вас о плодах, плодоносят ли деревья?». Они ему ответили «Да». Таким образом, Аллах пожелал, чтобы Даджаль сам рассказал людям о тех событиях, которые станут знамениями его выхода, чтобы люди могли быть готовыми к тем страшным дням. Итак, Даджаль спросил о финиковых пальмах Бейсаны «Дают ли они до сих пор плоды?». Люди ответили, что пальмы эти плодоносят, на что Даджаль поведал «Скоро они перестанут плодоносить». Этот рассказ показывает нам, что предзнаменованием выхода Даджаля станет лишение земли ее благодати. С других хадисов мы также узнаем, что перед выходом Даджаля будут тяжелые дни засухи и голоды. Затем он спросил «Расскажите мне об озере Табария». Озеро это также находится в Палестине, примерно в 40 километрах к северу от города Бейсан. Люди спросили «Что именно ты хочешь знать о нем?». Он сказал «Есть ли в нем вода?». Ему ответили «Да, в нем много воды». Он сказал «Скоро она высохнет, и вода уйдет». А затем он сказал «Расскажите мне об источнике Зугар». Зугар – это также один из городов Палестины, либо же Иордании. Зугар был одним из городов народа Лута, который сейчас находится недалеко от Мертвого моря. Люди спросили «Что именно ты хочешь знать о нем?». Даджаля сказал «Есть ли в этом источнике вода?» «Используют ли люди воду источника для орошения?». Люди ответили ему «Да, в нем много воды, и люди используют его воду для орошения». Здесь было ожидаемо, что Даджаля скажет, что вода в этом источнике скоро иссякнет. Однако он перепрыгнул сразу на более важный вопрос. Он спросил «Расскажите мне о пророке неграмотных» и о том, что он сделал. Он спросил о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что первые вопросы касались земель Палестины или Шама. Итак, Даджаля спросил «Расскажите мне о пророке неграмотных» и о том, что он сделал. Неграмотные – это арабы того времени, которые не умели ни писать, ни читать. Даджаля, писав так пророка, хотел унизить его, как израилетяне, которые называли арабов неграмотными. Их слова приводятся в Коране «Нет на нас греха обмануть невежду арабы». Тут связь Даджаля с иудеями вполне ясна, ведь, как сказано в хадисе, иудеи Аспахана последуют за Даджалем. Однако необходимо знать, что в Коране описание пророка да благословит его Аллах и приветствует. Как неграмотный приходит в качестве восхваления. Он отправил к неграмотным, не умевшим читать и писать арабам, посланника из них же, араба, как и они. Он читает им его, Всевышнего Аллаха, аяты, очищает их и обучает их великой книге, Корану и мудрости, хотя раньше они пребывали в явном заблуждении. Арабы были неграмотны, однако после принятия ислама они стали учиться грамоте, поэтому Аллах упоминает их прежнее положение, а потом показывает, какими они стали после ислама. Путники ответили Даджалю, он покинул Мекку и поселился в Ясрибе. Это в Риваяте Муслима, что касается Риваятов сборники имама Тирмези, то там сказано, «И он, пророк, так стремительно покинул Мекку, что умело ускользнул от врагов». Даджалю спросил, «Арабы с ним воюют?» Люди ответили «Да». Он спросил, «Как же он с ними обошелся?» И они рассказали ему, что пророк одержал верх над проживавшими рядом арабами, и они последовали за ним. Все эти слова указывают на то, что эта встреча с Даджалем произошла после завоевания Мекки, то есть через 8 лет после Хиджры, или даже в начале 9 года по Хиджре, когда арабы начали толпами принимать ислам. Известно, что Тамим Аддари пришел к пророку в 9 году по Хиджре, поэтому, скорее всего, и встреча с Даджалем произошла в 8 году, либо же в начале 9 года Хиджры. Здесь также надо отметить тот момент, что во время встречи Тамима с Даджалем пророк уже призывал к исламу около 20 лет, а Даджаль толком и не знал, что и как с ним. Это значит, что Аллах дал Даджалю узнать лишь ограниченную информацию о пророке и о тех событиях, что происходили в то время. Даджаль спросил путников, «Все именно так и произошло, как вы говорите?» Они ответили «Да». Он сказал «Поистине для них лучше следовать за ним». Удивительно, что эти слова говорит Даджаль, ведь он один из главных врагов ислама и мусульман. Поэтому можно предположить, что либо он сказал эти слова из зависти, либо Аллах заставил его сказать это, чтобы вложить в сердца Тамима и его сподвижников уважение к пророку и религии ислам. Ведь известно, что после этой встречи Тамим вернулся в свой родной город, после чего отправился к группе из десяти человек в Медину и присягнул пророку на верность исламу. В другой достоверной версии этого хадиса Даджаль спросил у людей, захватил ли пророк Персию. Люди ответили «Нет, этого не было». Даджаль повествовал, скоро он завоюет эти земли. И, как известно, впоследствии халифы пророка Абу-Бакра и Умар завоюет земли персов. Затем Даджаль стал рассказывать о себе. «Я вам поведаю о себе. Я – Аль-Масих Ад-Даджаль. И поистине вскоре я явлюсь, как мне будет позволено выйти из этого места. Я выйду и буду ходить по земле. За сорок ночей я пройду через каждое селение, кроме Мекки и Медины, ибо эти два города будут защищены от меня. Всякий раз, когда я попытаюсь войти в один из них, меня встретит ангел, в деснице которого будет обнаженный меч, и он не позволит мне войти. Там будут находиться ангелы, которые будут охранять каждый проход, ведущий к ним, то есть к Мекки и Медине». Затем Фатима бин Ткайс, которая передала этот хадис, рассказала о пророке, сидящем на Минбаре. Посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, затем сказал нам, стуча своим посохом по Минбару, «Это Тайба, то есть Медина, это Тайба, это Тайба. Рассказывал ли я вам о подобном прежде? То есть рассказывал ли я вам все то, что рассказал мне сейчас Тамим Аддари?» Люди ответили, «Да, пророк продолжал, поистине мне нравится то, о чем поведал Тамим. Поистине это схоже с тем, что я вам рассказывал о Даджале в море Шама, либо в Йеменском море. Он появится с востока, указывая при этом рукой на восток». Сначала пророк да благословит его Аллах и приветствует, поведал людям о том, что Даджаль выйдет из Красного моря, либо со стороны Шама, либо со стороны Йемена. Однако затем Аллах не спослал пророку откровения о том, что Даджаль выйдет с востока, а не из Красного моря. Поэтому пророк так сильно заострил на этом внимание, повторив это три раза. В других хадисах пророк да благословит его Аллах и приветствует, показывая рукой в сторону востока, говорил, что смуты придут именно с этой стороны. Однако из самых больших смут – это смута даджаля. Такое, например, приводится в хадисе, переданном Абдулла ибн Умаром, в котором Пророк да благословит его Аллах и приветствует, указал рукой на восток и сказал, что смуты придут с востока. Также из преданий нам известно, что первое появление даджаля будет в Харасане. Это историческая область, расположенная в восточном Иране и в западной части Афганистана. И появление это будет незадолго до судного дня, с позволения Всевышнего Аллаха. Вот такой диалог произошел между Тамимом Аддари и даджалем, и достоверность всего, что рассказал этот сподвижник, подтвердила посланник Аллаха, стоя на Минбаре. Поэтому нет сомнения в том, что все эти события произойдут. Пока продолжает существовать это видео на просторах интернета, те, кто стали причиной выхода этого видео, будут получать непрерывное вознаграждение. Ансармедия дает возможность своим подписчикам поучаствовать в благом и совершать садакат-уджария, которая покроет расходы на переводы видео, озвучку и нужды канала. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok